Какая-то несовместимость генетическая, то ли что-то, и они стали использовать именно 23-х лучевую звезду. Я больших надежд не питала, потому что опыта такого применения не было, но всё получилось. У них через несколько месяцев произошло именно зачатие и рождение прекрасный сын, которому сейчас уже 4 года. Это такое маленькое достижение приятное, которое здорово, если возьмёте на вооружение. Дальше. И 24 число — это прощевание. Что такое прощевание? Прощевание — это двустороннее прощение. Это когда я тебя прощаю, и ты меня прости, пожалуйста. В чём интересно прощевание? Ведь невозможно наполниться, если внутри есть какая-то обида. Если ты чувствуешь, что с человеком поругался по глупости много лет назад, пора этот гордий узел разрубить. И даже если его нет рядом, даже если он уже на том свете, он умер, и по каким-то причинам, например, он не рядом с вами, неважно по каким, что там случилось. Вы можете мысленно попросить у него прощения и внутренне отпустить все связи, которые вас держали. И это очищение даст возможность наполниться чем-то ещё дополнительным. Поэтому, конечно, звёзды в первую очередь, чтобы их взять на использование, много труда не нужно. Даже в интернете можно скачать ту или иную звезду. Если вы ещё приурочите её размер к своей мере какой-то, то вообще будет великолепно. Как это сделать? Ну, в основном берутся маленькие меры. Рук. Вы берёте линеечку. Например, вам нужен вершок. Я напоминаю, что у нас меры рук, плечо, локоть две кости, ладонь, палец. Все 10 мер у нас присутствуют. Дюйм – это две верхние фаланги. И вершок. Соответственно, ну, какой размер вы возьмёте – это ваша практика. Почему именно нужно брать вашу меру? Ваша мера – это та антенка, которая позволит собирать качество из пространства. То есть звезда будет собирать или попросту такие конгломераты, они ещё называются мандалами. Вот у нас мандалы – это вот что-то очень красивое такое цветное. В Индии очень часто их рисуют. Но рисуют чаще всего бездумно, не понимая, что каждый лучик, количество этих лучиков, которые есть в звезде, что вообще обозначает. Я сейчас продиктовала, но кому интересно, потом пересмотрят и всё законспектируют. Так вот, для того, чтобы звезда работала именно на вас, она должна быть по вашей мере. Как измеряем меру? Мы находим, ну, например, мы хотим две верхние фаланги. Это называется дюйм – мера дюйм. Ну, например, среднего пальчика правой руки. Правую руку берут правши, левую руку берут левши. Потому что ведущая рука, она чаще всего определяет большее количество тока энергии. Вот вы берёте пальчик, сгибаете в суставе, находите середину сустава. И от середины сустава до конца пальчика, включая подушечку, измеряете. Это будет диаметр вашей окружности, в которую вы впишете звезду. Ту или иную. И будете пожинать то качество, которое вам нужно. Можно взять ладонь, точно так же, от середины сустава до конца среднего пальчика. Вы измеряете по внешней стороне. Если это нечто большое, да, какое-то большое изделие, маечка там или там шарфик, на котором вы что-то будете вышивать. Это может быть даже нарисован. То есть вы можете нарисовать по ткани, вы можете это сделать из металла. Но из камня, если получится, конечно, сделать из глины. Можно сделать и обжечь её. Но здесь нужно иметь в виду, что глина при высыхании, при запекании, она всегда теряет в размере. Поэтому здесь берите с запасом, если вы будете работать с глиной. Это то маленькое направление среди огромного направления оберегов, которое вы можете здесь и сейчас взять. Потому что, смотрите, какая штука. Вот для нас оберег — это нечто такое непонятное. Но просто тебе его дают и говорят, используй. А почему его надо использовать? Почему он именно это значит? Почему он даёт такое качество, никто не объясняет. Вот мы с вами окунулись чуть-чуть в направление оберегов. И я старалась, я готовилась, точнее, я думала, какое же направление в оберегах взять, чтобы каждый из вас мог это сделать. Я всегда, когда прихожу, я даю инструменты. Мне очень хочется, чтобы практика была в основе основ. И я всегда, если будете приглашать, буду приходить именно с практическими вещами, для того чтобы вы могли все сказанные мной слова проверить и работать в тех направлениях, которые я озвучила. Двигаемся дальше. Ювелирка. К слову, пришлось, да, я когда коснулась темы ювелирки, я поняла, что это такое направление, которое вообще боятся озвучивать. Потому что у нас металлы, кристаллы — это за семью печатями знания. И когда ты понимаешь, что это так, и многие не понимают вообще, как с ювелиркой работать, но просто, вот говорят, красиво. Купили и носим. Колечко, серёжки и так далее. А что вообще, как влияет на наш организм? Слово никто не молвил, и никто не знает, как докопаться до истины. Но давайте разбираться. В первую очередь, серьги. На самом деле, на правильное название — сарга. Сар — это царь, да, га — это дорога. То есть благодаря инкрустации своего ушка мы достигали тех или иных способностей или возможностей. Как влияет на наш организм? Ну, понятное дело, что сейчас уши прокалываются, и что является неправильной традицией. Но давайте разбираться. Я очень жалею, что мне в 10 лет прокололи уши. Но я правильно назвала, потому что она прокололала мне уши. Да, это дорога. То есть благодаря инкрустации своего ушка мы достигали хотя бы 20 лет назад. Как влияет на наш организм? Понятное дело, что мы не осознали прокалываются, что я могу не попасть и доехать. А почему? Ну, давайте разбираться. Я очень жалею, что мне в 10 лет прокололи уши. Ну, я правильно назвала, да, вы боевые царь, потому что она не управляет и дорога. Мы узнали, что у вас проявляется всех точек, у твоей волосы. Она же как на уши стекает. И для того, чтобы хотя бы очень срочно стекуты способностей, понятное дело, что мне так быстро доволяли, что я могу не попасть и доехать. Тогда я понимаю, что я очень жалею, так мне в 10 лет прокололи уши. Я правильно назвал, что вы боевые царь. Это не то, что над... Мы узнали, что мы устали, у нас проявляются всех точек, у твоей волосы. Именно на нас, что это не стереть. И для того, чтобы хотя бы сжить сроки, какой-то способности, хорошее дело, что мы не так быстро доволяли, что мы уже у нас не попасть и доехать. Тогда я понимаю, что я очень жалею, что мне в 10 лет прокололи уши. Я правильно назвал, что вы боевые царь. Мне рассказывают. Субтитры сделал DimaTorzok И я очень жене, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете. И вы слышали börjar всё могут выступать громкостья, чтобы всё могут выступать и лучше будет со мной, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Их легко найти и провести это апплицирование Значит, что это дает? Во-первых, обогащение организма новыми частотами Вы будете чувствовать, как вы меняетесь в правильную сторону Идет эффект оздоравливания Ну то есть и раскрытие способностей, и физиология будет идти в рост Какие-то однозначные изменения будут Я знаю женщину, которая брала аметист Я уже показывала свои кристаллы у меня на рабочем столе всегда Но это очень большой аметист А это вот маленькие-маленькие осколочки Они вообще стоят копейки То есть вот лом, это лом от кристаллов называется Он не стоит ничего И она, зная, что аметист несет здоровье Приклеивала как раз на ушко Ну, как она мне объяснила Ну минут на 40, да, перед сном Вот эту аппликацию она перед зеркалом Ну, несколько кристалликов делала в те точки Которые ей интересны Кстати, вот пишут там какая-то поломка на Ютубе Что-то там случилось у людей Вот, то есть она прикладывала, инкрустировала как раз ушко Да, она носила эту аппликацию И при четвертой стадии онкологии Она за год пришла к абсолютному отсутствию опухоли Да, это медленная работа Да, это работа такая, которая связана с аккуратностью С крупулезностью, методичностью Но деваться некуда Потому что нет возможности других У нас, мы хотим технику льза Да, то есть моментальное чудо И ничего еще не делать А так не бывает То есть если мы хотим, чтобы что-то произошло Над этим надо пахать Брать и пахать И никто вам не даст такие ключи Благодаря которым вы вот как бабочка раз и вспорхнули Хорошо, если так Но в основном это пахота и еще раз пахота Помимо этого, если мы говорим о кольцах Да, например Вот сейчас кольцо Это некий металл Либо кристалл Ну и собственно все И там еще, если это металл То идет инкрустация кристаллов Ну вот все, да Но в нашей традиции Кольцо на самом деле Это ободочек на пальчик Это то, что сейчас сохранилось Но сделаны из разных металлов Я сейчас перечислю металлы А вы будете их искать Потому что у каждого металла свое качество И каждый металл влияет на свое тело Значит у нас с вами железо Это физическое тело Эфирное тело Это хром Астральное тело Никель Ментальное тело Меди Казуальное тело Кобальт Душа Малибден Дух Вольфрам Восьмое тело Божественное Серебро И девятое тело Деванагаре Языковое Это цирконий А золото Это объединяющий Всех Объединяющий Все функции материал Но золото Это неправильное название Потому что У нас были золотари Которые убирали Отходы за Людьми Отходы именно Дификации Имеется ввиду То есть золото Решили специально Порочить И назвали его золотом Но правильное название Золото Чудо Отсюда чудо То есть вот эти все металлы Которые я перечислила Вы можете спокойно использовать Но даже не как отдельные элементы То есть например Полностью кольцо Там из железа Или вольфрама Или меди А именно спаян Если вы хотите включить Все свои тела И запустить работу Энергоинформационную Со всеми телами одновременно То техника была Исполнение следующее То есть в одном ободочке Сочетались все Девять металлов Волоподобнования Моя Фондю любит тебя Редактор субтитров Волоподобнования Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...